Религиозное сознание Здравствуйте! Тема нашего сегодняшнего урока — религиозное сознание. Подходить к этой теме нужно крайне осторожно. Дело в том, что неаккорратным словом можно обидеть чувство верующего человека. А нам этого совершенно не хотелось. Но так или иначе, нам нужно с вами разобраться, то зачем существует религия, почему она существует, какие формы она принимает и какие функции в обществе она исполняет. Почему существует религия? Ответ на этот вопрос, пожалуй, один из самых серьезных ответов вообще для человека. Почему? Да потому что мы, люди, выделившиеся из мира природы, если верить науке, либо сотворенные Господом, так или иначе отличаемся от окружающего мира, то есть от той живой природы, в которой живем. Мы склонны задавать вопросы. Наша жизнь действительно отличается от жизни, там, я не знаю, животного. Почему это так? Вот эти вопросы заставляют человека задумываться, а что, если есть какие-то высшие силы, которые руководят этими процессами? Что, если сам акт творения человека этими высшими силами был частью какого-то глобального вселенского замысла? Если это так, тогда мое существование имеет некоторый смысл. Если это не так, значит, я должен найти какой-то иной тип объяснения, почему жизнь человека настолько необычна, настолько уникальна. Видимо, поэтому религия, религиозное сознание сопутствовало человеческой цивилизации с самых ранних форм его существования. Из чего же состоит религия? Ну, это довольно большой объем всевозможных составляющих, но мы с вами выберем наиболее ключевые точки, то есть отправные точки. Ну, прежде всего, это, конечно, религиозное сознание, то есть тема нашего с вами сегодняшнего обстоятельного разговора. С другой стороны, это культ, то есть некоторая система, которая подтверждает твою причастность к данному типу мировоззрения, к данному типу мышления. Ну и последнее, это, конечно же, некоторая религиозная организация, потому что практически все религии, а уж тем более мировые религии, обязательно имеют соответствующую церковь, то есть соответствующую организацию, которая призвана служить главным стержнем, объединяющим всех верующих, сторонников данного религиозного мировоззрения. При этом верующие совсем неоднозначны, они не одинаковы в общей своей массе. Давайте мы тоже попытаемся их структурировать. Ну, с одной стороны, мы можем выделить так называемое массовое религиозное мировоззрение, то есть массового верующего. Что это такое? Вернее, кто это такой? Это человек, который верит, условно говоря, бессознательно, то есть у него есть некоторая чувственная тяга к религии. Он считает, что будучи приверженцем той или иной религиозной системы, он уже, в общем-то, делает правильное, хорошее дело. О том, какова эта система, то есть что это за религиозное мировоззрение, почему именно такие праздники, почему именно так их нужно отмечать, почему так нужно служить, соответственно, службу или отправлять какие-то культовые действия. Это уже не суть столь важно. Главное, что я принадлежу. Вот это массовое религиозное сознание, массового верующего. С другой стороны, мы можем говорить о рациональном религиозном сознании. Мы говорим в таком случае о человеке, который понимает смысл религии, понимает смысл того культа, который он исповедует, и он имеет возможности по, скажем так, более планомерному, более сознательному, структурированному варианту осознания окружающей действительности при помощи вот именно этой структуры, при помощи этой религии. Ну и последнее, это теологический уровень, то есть уровень богословия. Это не просто человек понимает смысл этой религии, а он может нести Слово Божье окружающим. То есть он может объяснить тому самому массовому верующему смыслы, которые сокрыты в тех или иных религиозных обрядах или, по крайней мере, в словах, которые несет с собой религия, которая несет тот или иной культ. При этом очень важно понимать, религия – это не наука. Причем не потому, что она ничего не знает, а именно в силу того, что религия не стремится стать наукой. Религия – это вера. Мы должны верить. Так вот, во что же верят люди, исповедующие тот или иной религиозный культ, то есть верующие? Они верят в то, что не обязательно, и это не подлежит никаким абсолютно сомнениям, существуют сверхъестественные объекты. Эти сверхъестественные объекты и сформировали нашу цивилизацию, сформировали человека, все сущее, и так далее. Это, опять-таки, не требует доказательств, хотя, в принципе, многие философы пытались доказать существование Божие, так называемое бытие Божие. Ну, вы знаете, одно из самых интересных или классических доказательств существования бытия Божия – это простая формула. Для того, чтобы что-то было, нужно, чтобы уже что-то было. Вот отсюда делается вывод, что Бог есть, потому что для того, чтобы сформировалось вот это все, нужно, чтобы что-то было изначально. Но для верующего это не важно. Логика не для него, она ему не нужна, потому что есть вера, и ее вполне достаточно. Второе. Верующий убежден, что контакт между сверхъестественными силами, сверхъестественными объектами какими-то там религиозными и простыми людьми был, и этот контакт неизбежен в силу того, что религия существует. Как состоялся этот контакт? В какой форме, то есть каким образом? Это не суть столь важно. Архангел Джабраил явился во сне, или Божий Сын проповедовал среди людей, был распят и вознесся, и так далее. Либо просидел под священным деревом сандала, там 40 дней какой-то человек, и потом через, после этого срока он стал просветленным, осветленным, да, он стал нести Слово Божие, не иметь никакого значения, каким образом состоялся этот контакт. Важно, что он был, и мы в это верим, потому что он был. Это не требует доказательств. Еще раз подчеркнем, религия не наука. Ну и третий фактор веры, обязательный фактор, это фактор зависимости человека от сверхъестественных сил. Все мировые религии, да и не только мировые религии, а вообще все религии говорят о том, что сверхъестественные силы, да, вот Бог или какой-то, так сказать, иной объект, который является объектом культа, он воздействует на судьбу человека. Мы отправляем культ, соответствующий, да, Божеству, в силу того, что мы понимаем свое подчиненное положение. Он вершитель и создатель. Он сотворил все вокруг. Он продолжает вмешиваться в нашу судьбу, то есть он ею руководит. И если, соответственно, я не буду исповедовать культ правильно, значит на меня обрушится кара небесная. В той или иной форме. Это не означает, что обязательно должно развернуться небо, и на меня, так сказать, там будут молнии устремлены, там, да, или наоборот, подо мной разойдется земля, и я провалюсь в огни подземные. Нет. Речь идет о воздействии. Как, в какой форме, это уже другой разговор. Кто его знает? Может быть, как сказано у Булгакова, каждому воздастся по его вере. И если ты веришь в прах, значит в прах ты обратишься. А если веришь в то, что ты будешь вечно жить, значит ты будешь жить вечно. Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать. Почему так мы иногда говорим? Да потому что действительно функции религии, вот те цели, которые оно решает в обществе, по-настоящему глобальны. Какие это функции? Ну, прежде всего, конечно, регулятивная функция. Это может быть немножко суховато звучит. Но как это так? Мы говорим о сверхъестественных силах, мы говорим о возможности контакта обычного человека со сверхъестественными силами. И тут вдруг казенным, почти таким чиновничьим языком регулятивная функция религии. Но по-настоящему, если мы посмотрим на это явление как бы со стороны, абстрагируемся от внутреннего содержания религии, об этом мы с вами будем говорить на следующих занятиях, то действительно регулирующая функция есть. Человек верующий имеет некоторый стержень, который его ограничивает. Если нет закона, что меня будет сдерживать? А общество, к сожалению, довольно часто попадает в ситуацию, когда законы не работают. Ну, по тем или иным причинам, по тем или иным обстоятельствам. Нет законов. Некому их, соответственно, там контролировать. Что же нас сдерживает? Нас сдерживает внутренний стержень. В том числе это и религиозное мышление. Компенсаторная функция религии – это функция по оздоровлению. Ее можно было бы назвать сонарной. Ну, это такой банковский, скорее, экономический термин. Но, в принципе, схожий по звучанию. Если вам плохо, но плохо не физически, а плохо душевно, плохо морально, к кому может обратиться человек? Ну, обычный человек, человек атеистического мировоззрения, может пойти к психологу, может пойти к психоаналитику. Это очень популярно, например, в США. Там люди действительно идут, собираются в группы, общаются между собой, рассказывают свои проблемы, как бы изливают душу, облегчают себе эмоциональную сферу. А можно обратиться к религии. Для верующего человека вопрос о том, кому обращаться – к Богу или к психологу, не стоит. Они обращаются обязательно к Богу. К какому Богу – это уже вопрос веры, да, то есть, в кого ты веришь. Но, в принципе, если ты обладаешь данным типом мировоззрения, если ты понимаешь, что это тебе помогает, то это работает. Интеграционная функция религии. Ну, религия действительно объединяет людей. Если ты принадлежишь какому-то религиозному сообществу, то ты проходишь, ну, такую определенную степень самоидентификации свой-чужой. Вот, ну, простой пример. Вы приезжаете куда-нибудь за границу, идете по европейской стране, вы видите какие-нибудь там христианские церкви, но это католические или протестантские церкви, да, то есть, соответственно, костел там, да, или, может быть, это какая-то кирха, молельный дом, да, протестантов. Вы понимаете, что, в общем-то, там люди молятся тем же самым богам, да, то есть тому же самому Богу. Они исповедуют ту же самую религию, что и вы, но несколько иначе. Но как только вы видите, если вы православный русский верующий, да, вы видите соответствующую маковку православной русской церкви, вы тут же воспринимаете это как родину. О, да, я у себя дома. Хотя я могу находиться в Италии, могу находиться где-нибудь в Риме, но как только я увижу вот эту церковь, я воспринимаю ее как нечто свое родное. Точно так же с представителями ислама или буддизма, в зависимости от того, где ты находишься, ты можешь быть, скажем так, интерпретирован как свой в рамках вот этого сообщества. И не нужен паспорт, не нужно гражданство, не нужны никакие законы, да, даже иногда язык необязателен, потому что религия объединяет людей самых разных национальностей, да, самых разных принадлежностей к самым разным государствам и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому интеграционная функция религии очень велика. Ну и, наконец, мировоззренческая и культурная функция религии. Конечно, религия, являясь очень мощной системой, безусловно, формирует мировоззрение человека. То есть она полностью отвечает на все те вопросы, которые могут возникнуть у человека в жизни относительно того, что его окружает, как на это реагировать, потому что это полноценная система. И, конечно же, да, являясь очень большой системой, да, еще раз, как мы с вами сказали, полноценной системой, она формирует определенный тип культуры. Она формирует определенный тип мировосприятия и созидания в мире. Поэтому функции культуры вообще, они весьма разнообразны, весьма обширны. Мы можем перечислять и далее, и далее, и далее. Но, видимо, стоит поговорить уже о том, как формировались религии и какие религии есть в современном мире. Но это вопрос наших следующих уроков. Продолжение следует...